Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Непонятно, да? Идем купаться. Пойдем. Да, в серебряный борт. Врубаем. Да, врубаем все. Поехали. Все заканчиваем работу. И все. Да, чемпионат закончился. Жить больше незачем. Вот скажи, чемпионат. Я следила за твоим инстаграмом, честно скажу. Но ты болельщик ярый. Я? Ты активный. Ну, в смысле, по крайней мере, создаешь образ, что вся эта движуха тебе нравится. Нет, ну она действительно... А что бы мне это не нравилось? Скажи мне, пожалуйста. Точно. Я живу рядом с ужинниками, а вот они перекрыты все. У тебя там все перекрыто. Гол, шум. У меня все перекрыто. У меня там иностранцы играют на гитарах, мандолинах, скупают пиво, газировку, жвачки. В общем, ходят голые, полуголые в шарфах. В общем, все нормально. Все нормально. Праздник по плану. Ну, все закончилось уже. Дотсол. Ну, а ты знаешь, они еще уезжают. Пока уезжают. Еще пока оставили. Мне кажется, что некоторые из них корни допустили. Пустили все-таки. Ой, как пустили, да. Вот судя по соцсетям, там... Слушай, так новость же еще вышла. Путин разрешил по аккредитации без визы еще год приезжать. Пускай ездят, пускай деньги свои тратят, в конце концов. Не все же нам к ним приезжать. Правда же, в конце концов. У нас, на самом деле, очень много вопросов к тебе. И люди, когда узнали, что ты придешь, просто свора сообщений. Я надеюсь, положительных. Я буду их так группировать. Да, положительных. Первый вопрос, который, ну, видимо, твои фанаты уже все знают, поражает, что ты, ну, как бы, знаешь, стабильность мастерства... Нет, дело не в этом. Ты все время в крутой форме. Столько лет, и ты в топе. Сейчас всякие ютубы, столько новых людей, и все равно ты на волне. Вот как так происходит? В чем секрет? Ты вот так можешь его сформулировать? Ну, конечно, мне так приятно, слышите эти слова. Нет, реально много просто таких сообщений. Такая совершенно иное ощущение. Ты знаешь, даже вот я потерялся в конце концов. Это люди решают, наверное, да. Ну, слушай, ты знаешь, Лиза, 20 лет просто так не проходит. Все-таки 10 лет в крутой группе, понимаешь, ежедневные гастроли. Мы все помним. Рвущиеся дворцы спорта, рвущиеся лифчики, трусы, понимаешь, все это было. Это так, понимаешь, это все осталось. Опыт, опыт пришел, что называется. Набил руку, но не набил оскомину. А теперь и имя работает на себя. Ты знаешь, нет, приходится все равно денно-ночно утверждать что-то, выискивать, встречаться с людьми, искать. Это бесконечно. Слушай, ну а вдогонку все равно такой вопрос. Вот ты чувствуешь вот эту свежую кровь, что сейчас много-много всего, куча артистов, и вроде неплохие, но вот внимание зрителя как будто рассеивается. Есть очень неплохие артисты, да, и мне отрадно, что наконец-таки новые артисты перестали слушать то, что слушали мы все это время самых разных людей. Вот это вот исправьте, это поправьте, вы спойте в мажоре, а что вы вообще пришли. То есть мне кажется, что все-таки музыкант имеет право на свое мнение, на свою трибуну, да. И мне отрадно, что как раз в это время интернет дал очень многим исполнителям свое настоящее лицо, неформатное, непредсказуемое, смелое, порой провокационное. Но артист на то и артист, чтобы удорожить ум и влюблять сердца. Иначе все это такая скукотища, честно говоря. Точно. Друзья, во-первых, что мы сегодня обсудим? У Митя две новых работы, это раз. Вот опять же, да. 20 лет он на сцене, а мы это даже не заметили, молотый прекрасен, как обычно. И вообще кучу тайных секретов он нам откроет, а вы пишите. 909-928-1-899-9, вот сап, вайбер, самостоятельно. Ну это же наш номер, к нему привязана карта любого банка. В общем, у нас сейчас коллега твоя споет Вера Брежнева. С удовольствием. Песня мамочка, а потом мы вернемся. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Лучшие в стране. Дорогие друзья, это программа «Лучшие в стране». В гостях у нас сегодня Митя Фомин. Митя, мы тебе еще раз рады. Ну, ты рассказывай, смотри, две работы у тебя. Давай немного о них поговорим. Первое, это клип совместный с Альбиной Женобаевой. На наш предыдущий сингл, который называется «Спасибо сердце». Прекрасная Альбина, не менее прекрасный я. Понятно, естественно. Не менее прекрасное видео. И, кстати говоря, будет сегодня всероссийская, можно сказать, премьера. На радио ТВ «Страна ФМ». Поэтому все прольмите, пожалуйста. Что-то у нас шумеет. Это что у нас такое? Это что? Мы не знаем. Это скорее всего... Ты зарядил, что ли, нам? Это скорее всего мое мнение. Что-то у тебя шумеет. У меня телефона нет. Может быть, это кардиостимулятор? Видимо. Ты признал. Или вставная титановая кость. Вот, это раз. Я знаю, это межносова и перегородка. Понятно. А еще у нас работа твоя, которая называется «Бомба лета». «Бомба лета», да. Ее тоже мы посмотрим чуть-чуть попозже. Мы ее послушаем. Послушаем, да, послушаем. Мы ее послушаем. Я именно в поисках сценария для этого летнего клипа. Хотя, в принципе, лета, конечно, уже половина. Но, тем не менее, лето — это состояние души, поэтому мне важно, когда я его выпущу. Вот скажи мне, в этот период летний легче работает, если сложнее? Вот идет... Мы же теплокровные животные. Нам вот солнце, да, и, конечно, все это легче. Легче жить, меньше жрать, меньше спать, больше любить, больше работать, соответственно. Поэтому все очень просто. Хочу тебе сказать про жрать. У тебя такие интенсивные тренировки, я смотрю. Ты это активно пропагандируешь, ЗОЖ сейчас, да? ЗОЖ, товарищи, да, конечно. Свежевыжатые соки, протеинчик на нежирном молоке, овощи, фрукты, гриль, мясо. Ну, то есть, знаешь, на самом деле на подножном корме буквально. Подожди, а вот эти все гастроли, режим ты прям соблюдаешь, все успеваешь? Ты понимаешь, ну, если хочется, то, конечно, ты себя что-то там, конечно, лишаешь. Я могу сказать, что элементарная диета, и вы ее никогда не будете выполнять на 100%, но хотя бы вы будете себя в чем-то ограничивать. Вот, исключите из своего рациона рис, лапшу, хлеб, картошку и сладкое. Все. Остальное ешьте в неограниченном количестве. Главное, что не на ночь. Вы похудеете, займитесь на 100 килограмм. И тренировки у тебя такие активные. Тренировки бегать, бегайте на улице. И все будет нормально. Бесплатно. Это, условно, кроссовки, главное, хорошие купите. Да, абсолютно. Слушай, вот еще про музыку. Ты вообще следишь сейчас какие-то тренды? И что тебе нравится, что не нравится вот в современном, новом, то, что выходит? Был бум на рэп. Сейчас какие-то новые, я даже не знаю, как назвать, вот эти стили. Что ты скажешь? Дай свою оценку опытную. 20 лет уже на сцене ты. Уже эксперт. Ну, мы об этом сегодня уже говорили. Я сегодня включил во время пробежки лучшая в «Айчунте». И русская, и западная. Я послушал, в общем, я понял то, что модно повествование о том, что происходит с тобой сейчас. История. Причем абсолютно не стесняясь ни в выражениях, ни в сравнениях, ни в аллегориях, вообще ни в чем, ни в чем. Просто люди рассказывают, причем как они умеют это делать. Они умеют это делать просто, они делают это просто. И желательно, чтобы это было как можно более проще. Чтобы это было понятно и доступно. Но, тем не менее, никто не отменял поэтики, никто не отменял чистоты чувств. Честность. Я думаю, что вот это вот самый главный принцип, который сейчас правит миром и музыкой, и всем. Быть честным. Искренне. Насколько ты уже будешь интересен окружающим, это дело другое. Ты можешь и двух слов не можешь связать, но, тем не менее, если ты искренен в своих чувствах, ты будешь принят. Слушай, ну а вот у тебя просят какую-то, ну даже не рекомендацию, какую-то оценку дать, там, новые, может быть, опытные твои коллеги. Вообще, это модно сейчас принято? Между коллегами как-то? Мне кажется, что кто во что горазится. Нет, у меня есть, конечно, какие-то свои близкие творческие друзья, к которым я показываю работы на этапе монтажа, на этапе спевки какой-то, чего-то еще. Безусловно, это происходит. Я прислушиваюсь к мнениям, да, но все равно тобой правит исключительно вот твой корабль. Чутье твое такое. Внутри тебя сидит вот эта вот баба, которая обычно была на носу корабля с титьками, понимаешь, вперед. И вот она правит, да. Она тебе задает, что называется, курс. С титьками вперед, нос по ветру, все нормально. А на самом деле, мне кажется, что наоборот, сейчас время отрицания, сейчас время как раз вот такого того, что вот то, что вы делали раньше, ну нифига никому не надо, потому что вот мы знаем, как бы это всегда. Это нормально абсолютно, потому что отрицание — это какая-то новая ступень осознания самого себя как мыслящего индивиду, как человека творческого, как человека, который может себя противопоставить тому, что было раньше. Это важно. Смелость нужна. Революция всегда... Слушайте, я за то, чтобы как раз артист был мятежным, за то, чтобы артист был революционным, за то, что он ломал каноны и форматы. Посмотрите, все достижения в искусстве, они были как раз сделаны на отрицании. У нас сейчас отрицание эфира, понимаешь, рекламная пауза, да. Затем мы посмотрим, послушаем твою работу, которая называется «Найти и не терять». И вот затем, друзья, вернемся. Оставайтесь с нами. А мне бы запахи сохранить Каждый из нас терял хоть раз. Каждый хотел бы все вернуть И миллион ненужных фраз Вычеркнуть Нашу судьбу спешим узнать Но забываем жизни суть Важное нам дано понять Просто, просто, просто так Любовь найти и не терять Любовь найти и не терять Любовь найти и не терять Я знаю, птицы весну вернут А мне бы первым тебя найти Тебя найти и не терять Найти и не терять Каждый из нас терял хоть раз Каждый хотел бы все вернуть И миллион ненужных фраз Вычеркнуть Нашу судьбу спешим узнать Но забываем жизни суть Важное нам дано понять Просто, просто, просто так Любовь найти и не терять 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 Лучшее в стране продолжается В студии Лиза Калинина, дорогие друзья И у нас в гостях сегодня Митя Фомин Найти и не терять сейчас прозвучало И пролетела работа Нашли, да Так ты активно подбежал, любишь этот клип, да? Люблю, я все свои клипы А скажи, вот ты, когда тебя видишь на экране Ты как, любуешься, да? Потому что кто-то смотрит, так все по-разному реагируют Да слушай, ну ты знаешь, учитывая, что Каждое вообще свое видео И песню, любой артист Мне кажется, как-то вот Участвует в этом и знает, что было Что не было, какой дубль был Взят лучше, какой Все равно смотришь и думаешь, так, вот здесь надо было Сделать как-то иначе, здесь можно было Подправить, здесь что-то подкрасить и так далее Я никогда не останавливаюсь И уже когда клип выпущу, например, мы сегодня будем Смотреть премьеру И я понимаю, что вот да Тут бы я тут добавил дождик Тут бы я изменил шрифт Тут бы я, значит, стеночку закрасил Вот, ну, мне говорит, Мить, уже хорэ Хорэ, успокойся, стопэ Хорэ, уйди, все Слушай, 20 лет ты на сцене 10 лет в группе хай-фай Вот как раз вы же в апреле у вас Было опять-таки Мы так шикарно появились на Да-да-да-да-да-да, ваше выступление На 20-летие группы «Руки вверх» это было Это да Вот скажи, как вообще отношения, рады, как вот эти воспоминания, какие-то сентименты возникли или нет? Ой, ты знаешь, мы шли к этому 10 лет То есть 10 лет я пел в группе 10 лет я не пел в группе Я пел сам И вот когда мы объединились Ты знаешь, вот такое ощущение, что этих 10 лет как будто бы не было Вот как будто бы я проснулся и все появилось заново И, конечно, такое ощущение, что или я сплю, или мне это снится Потому что я думал, что этого никогда уже не случится Но звезды встали так, что группе хай-фай 20 лет в этом году тоже исполнится в августе И, конечно, очень многие помнят, ждут, вдохновляются до сих пор этими песнями И мы выступаем, мы периодически, кто очень сильно хочет, нас приглашают в золотом составе Это Ксения Олешко, это Митя Фомин, это Тимофей Пронькин Появилась новая солистка, в группе мы приезжаем вчетвером Так И поем старые песни Это очень прикольно Ну, а здесь ты не хочешь что-то изменить, поменять? Нет такой цели? Ну, Лиза, ты знаешь, все уже написано Все уже хватит, да? Все уже спето, да Мы записали новые песни, они ждут своего часа, ребята там что-то решают Я по мере своей необходимости принимаю в этом участие Но, тем не менее, все-таки люди помнят вот то самое время Им нужно воскресить свои воспоминания Они хотят именно то же звучание, то же песня Им нужно вставить эту флешку, обновить эти программы, понимаешь, и заново зажить вот этими воспоминаниями Очень многие из них уже, слушайте, ну все уже Где ты? Мой ангел хранитель, конечно Мой ангел хранитель, все, нет, все это, знаешь, когда я исполняю эти песни вот сейчас У меня такое ощущение, что, ну, как будто бы там группа ABBA объединилась Ну, ABBA объединилась, кстати, в этом году Или там группа Spice Girls или группа TXZ У нас таких камбэков громких в стране не было Не было так, чтобы группа была-была-была с суперзвездами И два шока, сначала, что они распались, это шок Ну, не распались, кто-то ушел А в дубатце соединились Да, я считаю, что это такой очень мощный прецедент Причем, потому что группа Руки вверх была всегда Группа Иваночки Интернешнл была всегда Группа Блестящая есть Понимаете, группы Гости из будущего нету, да Но есть Ева, которая поет эти песни Но, тем не менее, все-таки я не пою произведения группы Hi-Fi И они поют отдельно, я пою свой репертуар Но, тем не менее, когда мы объединяемся, мы вспоминаем вот эти времена Всем прикольно, всем очень круто Классно, ну, это вообще, мне кажется, такой кайф Это кайф, на самом деле, да Поэтому приглашайте Слушай, а ты самоед вообще? Вот скажи Да, очень сильный Сильный, да? Да, абсолютно То есть нет тебе уже вот этого вот Да ладно, все, так будет круто Нет, 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 такого у меня нету Я страшно мнительный человек Я страшный человек, который все время оглядывается Все время, да Ты знаешь, главное тут не закопаться Главное не закопаться в само уничтожение Потому что оно, это прям прямой путь К тому, чтобы потом сказать себе Да нет, это вообще все фигня Зачеркнуть, разорвать, сжечь Когда я в детстве читала о том, что писатели великие Сжигали свои произведения, художники рвали холсты Я думаю, ну, наверное, с ума сходили И я, хотя далеко не великий Я теперь понимаю, почему они это делали Потому что всем хочется совершенства Всем хочется Всем хочется Все обманываются в иллюзии В иллюзии того, что это может быть принято, наверное Потому что люди своего времени очень жестоки К тому, что делают соотечественники, сограждане Они так очень Слушайте, сколько людей, сколько архитекторов Повесилось, застрелилось После того, как они открывали свои театры или здания Поэтому люди, пожалуйста, будьте милосердны К тому, что делают остальные Любите себя Любите других Мы скоро вернемся У нас небольшая рекламная пауза Митя Фомин у нас в гостях Митя, у тебя же в Москве в октябре будет концерт большой, сольный Вот расскажи об этом Будет, будет Вот как раз 20 лет, вот это все Мы прям весь год это 20 лет празднуем в каждом концерте Да, ну ты знаешь, это будет акустический концерт Которым я отношусь с особым благоголением Потому что та же музыка, тот же Фомин Те же песни, но сыграны под акустику В акустических версиях Три гитариста, перкуссионисты Я, мои какие-то живые истории Все происходит в формате квартирника И открываемся мы с другой стороны Да, ты у нас бывал уже в концертном жале Да, мы были как раз И как раз под этот концерт Мы выливаем, сливаем все то, что мы записали на виниловую пластинку Как раз в этом году вышла двойная виниловая пластинка Записью акустики Пока она есть только на виниле Никаких других электронных носителях ее нету И мы сливаем ее в интернет Выкладываем на iTunes Выкладываем на других электронных площадках И как бы обнародуем ее для большего количества людей В общем, октябрь Октябрь, да Дата середина октября, да Ну, узнаем все подробности Ну, это да, еще есть время У нас впереди как раз премьера Мы посмотрим клип на композицию Спасибо сердце Вот я очень хочу ее увидеть сам Джанавави, ну расскажи пока Раскрывки секрета Как снимали Как вообще взаимодействовали Как это все создавалось Снимали в прекрасном фантастическом замке Нойнсвайнштайн Который находится в Баварии Крутой Да, нам специально закрыли несколько павильонов Очистили их от ненужной мебели Я привез туда свою собаку-белоснежку Американского бульдога Это такая, как бы так сказать Минимально хромная история Там белый, красный и золотой Больше цветов там нет История, к сожалению, не складывающейся любви Которая... То есть про расставание Ну, про расставание, собственно Я всегда говорю, что любое произведение искусства Оно про любовь Иначе людям не интересно Но расставание, которое в итоге заканчивается Вставанием Нормально Нормально у людей происходит Как взаимодействовали с Альбиной Взаимодействовали С ней одно удовольствие работать Удивительное, привлекательное Очаровательное Очаровательное, обаятельное В общем, все эпитеты, которые можно применить Красивой девушке Это про Альбину Я всегда говорю про ее родинку На одном интересном месте В клипе ее не видно Оно, 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 она закрыта Она закрыта Высоким платьем Слушай, а ты вот, когда клип снимается Снимается Ты в процессе как-то можешь давать какие-то советы Я всегда участвую в съемках Более того, не даю покоя режиссеру Уже на этапе монтажа Я говорю, так, вот это уберите Это добавьте Это вообще лажа Этого не должно быть Я очень продерживший человек Я могу по несколько монтажей Там по три, по пять, по семь, по десять Иногда утверждать И мне Ну, не в лом смотреть И находить какие-то новые артефакты Которые меня не устраивают Но тем не менее Как мы сегодня с тобой говорили Мне потом в какой-то момент Говорят, Митя, все Я уже понимаю, что тут Я уже перегибаю палку Да, что уже Ну, нужно, конечно, остановиться Потому что Лучше это враг хорошего Но эта работа Она меня купила Своей, наверное, такой простотой И емкостью С одной стороны Слушай, ну, давай, презентуй Вот скажи Митя Фомина, Альбина Джанабаева Спасибо сердце Дамы и господа Девчонки-матьишки На страна FM Всероссийская премьера Видеоработы На песню Митя Фомина И Альбина Джанабаевой Спасибо сердце Спасибо режиссеру Юджину Спасибо всем тем Кто принимал в этом участие Спасибо моей компанией Golden Look Management Спасибо Кате Коневой Спасибо всем Всем-всем Кто был рядом Ну что, полетели? Друзья, смотрим и слушаем Спасибо сердце Спасибо сердце за любовь Прости меня Я ухожу Я нить тугую развяжу Растает в небе Не найти Лиси Любовь моя За облака За горизонт Туда, где холод не найдет Я больше не хочу любить Так больно это говорить Спасибо сердце Спасибо сердце За любовь И пусть будет так Пусть будет так Труднее всего Больше нет И все, что было Смоет дождь Взамен Оставив ложь Порочный круг Привычных схем Не важно кто Не важно с кем Где будешь ты Где буду я Жужжие Навсегда Спасибо сердце Спасибо сердце За любовь И пусть будет так Пусть будет так Труднее всего Последний шаг Спасибо сердце Спасибо сердце За любовь И пусть будет так Пусть будет так Труднее всего Последний шаг Спасибо сердце Спасибо сердце Спасибо сердце За любовь И пусть будет так Пусть будет так Пусть будет так Труднее всего Последний шаг Спасибо сердце Спасибо сердце Спасибо Митя Спасибо Альбина Поздравляю с премьерой Спасибо Спасибо Лиза aurus Волновался? Да и нет Не волновался Кайфовал Классно Ну, красиво Красиво Папа кино Спасибо 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 сердце Спасибо Лиза За комплимент Пусть будет так Пусть будет так Труднее всего Последний шаг Ну все, вау Что хочу тебе сказать Следом-то еще одна работа Свеженькая, уже твоя сольная А сейчас иначе нельзя Сейчас столько бомбят Новым музыкальным материалом Кто-то мне сказал, что столько цифрового шума Что ты не можешь оставаться Я не теряюсь Нельзя оставаться в стороне Нужно все время Выдавать на гора какие-то новые работы Абсолютно следующая работа Абсолютно другая Это моя сольная песня Да, вот это Я все-таки, наверное, киборг Я, наверное, все-таки киборг Я хочу быть Био-хай Хай-тек Био-хай-тек роботом Бомба-лета Премьера Твоя Тоже, вот только-только Мы только в пятницу Вылили ее в интернет Ну, рассказывай Кто создавал Кто писал Ты знаешь, это мой новый опыт С композитором Саунд-продюсером Которого зовут Алексей Стрельцов Привет ему Да, привет Привет, Леша Спасибо за новое дыхание В моем творчестве Песня по звукам Очень трендовая Очень современная Я слышу What's up, man Очень модная Опять же, вся моя любимая эстетика Лето, отдых, гедонизм Путешествия Внутренние созерцания Это все про меня Это песня прямо Это Фомин Что называется Сигначер Сигначер стайл Вау Это тебе говорят И просто Мне говорят А Митя, а что В июле-то выпустила Я вам скажу Что, вы знаете Все-таки творчество Это непрограммируемый процесс Эта песня нашла У меня только в мае И вот пока Суть до дела Пока мы все сверстали Пока мы пели Пока кто-то там пропадал Находился И так далее Но, тем не менее Лето Это состояние души Потому что абсолютно Не важно Когда мы бы ее выпустили Слушай, ну а совсем скоро Будет еще и клип Ну не скоро Ты пока думаешь Я в конце июля его снимаю Ага Снимаешь У нас уже будет Премьера видео тоже Конечно Я к вам обязательно приду Ты уже есть идеи? Есть, да Не будешь делать Я сегодня встречаюсь С режиссером Как раз Ладно, ладно Не будем тогда Обсуждать А я не то, что секрет А я пока не понимаю сам Правда У меня пока У меня такое блуждающее Настроение Я вроде как и то хочу И это Вообще всегда Хочу всего сразу И как бы Чтобы и побольше А где снимать Уже есть мысль Или тоже будут предлагать Локации две Либо это будет В моей любимой Тоскане Где-нибудь в районе Пизы Или Форта Деймарми Или может быть Может быть Какой-нибудь старинный городок Люка Или Пистоя Ну кто ее не любит Скажи Кто не любит Пиццу, пасту, шмотки Море Да и вообще атмосферу Класс Либо это будет Новое Не менее трендовое место Это будет Симферополь Симферополь, Ялта Да, Крым Что, класс Там очень красивые места Очень красивые места Более того Если мы будем снимать там То я сниму то Что никогда еще Никто не снимал Но сто раз видел В своей жизни Те, кто приезжали в Крым Знают, что это такое Вот этот секрет Я открывать не буду Потому что Это лежит на поверхности Все самое простое Лежит рядом с тобой Поэтому надо просто взять И воспользоваться этим Друзья, вот ты нас спрашивал Когда мы с тобой говорим Вне эфира Будут ли нас с тобой показывать? Нас показывают Нас часто показывают А сейчас мы будем Слушать твою песню И показывать А люди-то снова Треть будут на нас с тобой На нас с тобой И что мы с тобой будем делать? Вот надо подумать Надо подумать Бомбалеты, извините Я буду петь, наверное, в микрофон Хотя, ты знаешь Я могу себе слова Я не исполняю эту песню Пока на концертах Потому что у меня К ней привыкнуть Запомнить слова В конце концов Ну, к сольнику Как в октябре Это уже будет, понятно Да, понятно К сольнику еще Огошенький Не, я думаю Спою уже в четверг На концерте в Самаре У меня будет Класс Да, я спою уже там И, кстати говоря Ребята, кто будет В Нижнем Новгороде 22 июля Да, приходите На наш спектакль Который состоится в 19.00 В Доме культуры Железнодорожников А давай мы сейчас Послушаем твою песню И ты расскажешь про спектакль Ну что, друзья Бомбалета Полетели Маршрут пристроен Я так неспокоен Все потому, что так сильно волнуешь меня Так сильно волнуешь меня Танцуем, танцуем И просто танцуем Движениями рисуем Ничем не рискуем Врываемся в лето Словно ракетой На пляже не пусто В кармане не густо По тебе схожу с ума Бомбалета Бомбалета Мы танцуем на балконе Чуть тареты Это Бомбалета Бомбалета Улыбаемся в погоде В песне этой Это Бомбалета Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бомба лета Улыбаемся в погоде Песня этой Это бомба лета Бомба лета Мы танцуем На балконе Не одеты Митя, ну ты огонь! Ты знаешь, я занимаюсь ремонтом, я знаю, что я бы не разрушил страну, потому что это материал, который называется Кориан. Кто нас не смотрел, а слушал, я бы просто должен сказать... Все дураки. Дураки, тут у нас Митя исполнял танцы на столе, в буквальном смысле слова, но песню заценили. Без консумации. Слушай, ну хитяра, чё? Хитяра. Блин, конечно. Снимай уж где угодно, всё будет круто. Хорошо. Тут крыму, что-то с кого-нибудь, хорошо. Слушай, ну у нас времени на самом деле не так много, давай ещё проанонсируем спектакль. Давай проанонсируем спектакль. Рассказывай, 22 июля. 22 июля, спектакль «Семейка Фанни», в котором я играю одну из главных ролей, играю младшего сына, младшего брата в еврейской семье. Немного, немало. Да, но как-то вот так вот вышло. Опыт классный, интересный? Фантастический, вообще абсолютно невероятный. Но я волнуюсь до сих пор, роль не из лёгких, потому что пьеса написана современным израильским режиссёром о том, как еврейская семья большая. Не очень счастливая, естественно, как это водится. Уехала из-под Одессы, уехала под хайфы, живёт там своей жизнью, весёлый, сытый, иногда грустный, иногда счастливый. Но суть в том, что у меня такая роль, что я практически играю сама по себе, я всех мирю, женю, выдаю замуж. То есть такая твоя роль и по жизни? У меня всеобычно в коллективе беременеют. Я тут уже в реальной жизни, да. То есть как-то слава богу, вот-вот-вот, всё хорошо. Хорошо, поэтому я приглашаю всех, прекрасное времяпровождение для всей семьи. Спектакль взрослый, да, но вы можете взять своих взрослых детей, потому что дети сейчас взрослеют. Сознательных таких, осознанных. Да, которые уже понимают, что они хотят из жизни, потому что там есть, конечно, отношения и что-то про секс, и что-то про какие-то другие вещи. Кто партнёры твои? Ой, фантастические актёры, комфортно, учусь, кайфую. У меня по спектаклю два деда. Один родной, двоюродный. Сёма и Фима. Конечно же, меня зовут Гарик. А Гарик ли меня зовут? Привет. Мы давно не играли, у нас будет две репетиции завтра. Один из них народный артист Владимир Стеклов, другой заслуженный Владимир Долинский, прекрасные актрисы, которые со мной играют, Люда Татарова-Джигурда, Оля Хохла. В общем, я, честно говоря, я в восторге. Жду предложения от других режиссёров и, конечно же, от режиссёров, чтобы сняться в кино. Слушай, ну а ты понял, что актёрство — это вообще другая стезия? Сложно. Очень сложно. Надо учиться, да? Очень. Ремесло, ремесло, ремесло. Ну, надо, во-первых, обладать фантастическим наблюдательской способностью, потому что ты должен перевоплощаться и уметь понимать, чем ты отличаешься от других людей, от другого пола, от других профессий. Ты должен обладать титаническим терпением, потому что ты всё время будешь делать не то. Ты всё время будешь делать что-то не то. А режиссёр строгий? Ругает? Ну, там все режиссёры. По сути дела, да, это, кстати говоря, один из них. Не то, что один из них, а режиссёр — это наш прекрасный друг и преподаватель ГИТИС Алексей Ажогин, который этот спектакль ставил. И ещё, это невероятно сложная профессия, потому что это самозабвение, это полностью погружение в другую реальность без 3D-очков, без компьютерных игр. Это всё то, что ты должен инициировать своим нутром, своим сердцем, свои головы — это самое сложное. 22 июля, приходите. Да, приходите обязательно. Нижний Новгород. Митя, спасибо тебе огромное. Спасибо за... Такой ты молодец. Спасибо, я знаю. Нет, ну серьёзно, для того, что я знаю, вот я тебе желаю такого же настроя. Доброго, позитивного, открытого. Классный ты чувак. Рада познакомиться. Спасибо за компанию. Бомба лета огонь. Спасибо за улыбку, за красивые глаза. Страна, процветай. Спасибо, друзья. Митя Фомин у нас в гостях. Мы ждём премьеру клипа, между прочим. Потому что бомба лета уже у нас тут... Слушай, возьми вот эти кадры на столе. Конечно, мы их используем. Инстаграм, МФ, подчёркивание, агент. Пока! Митя супер. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ